Элеваторы региона работают круглосуточно, принимают зерно нового урожая. В северном Казахстане в этом году сушку и хранение обеспечивают около 60 хлебоприемных предприятий. Какого качества пшениц 2015 узнала Ольга Загоройко. К приему зерна нового урожая здесь все готово. Емкости, элеватор, лаборатория. Проведен капитальный ремонт технологического оборудования. Первые партии зерна сюда стали поступать в начале сентября. Очередей пока нет. Однако большой поток грузовых машин ожидают уже в октябре. Товарищество с ограниченной ответственностью базиск «Залжар» сотрудничает с этим комплексом не первый год. Вторую неделю водители ездят по привычному маршруту. Ежедневно с утра до вечера доставляют зерно на элеватор. Сегодня сдали очередные 20 тонн. Процедура приемки длится около получаса. Пока начало, очередей на элеваторе нет. Спокойно заезжаем, проходим. Берут анализ зерна на влажность, на сорность, на все. А потом на весовую. С весовой уже на выгрузку. Зерно первым делом поступает в лабораторию. В день здесь обрабатывают более десятка материалов. Каждый проходит тщательный анализ. Кликовина, ссор, стекловидность, влажность, класс. Татьяна Погребняк работает технологом 30 лет. На глаз по небольшой горсти пшеницы может сказать обо всем урожае хозяйства. Говорит, качество зерна в регионе в этом году лучше, чем в прошлом. В основном четвертый класс поступает. От третьего класса мало. В этом году поступает зерно большой влажности, сушит 25 процентов, которые проходят сушку двойную. Ежедневно сюда привозят около 2000 тонн зерновых. Пшеница с полей поступает с влажностью от 16 до 30 процентов. Кстати, только при показателе не выше 14. На элеваторе могут сохранить зерно в течение нескольких лет. Уменьшают влажность на специальном оборудовании. Сушка одной тонны зерновых стоит 398 тенге за процент. На сегодняшний день заключены договора с районами Исильского района, Кызылжарского, Мамлюцкого районов. Договора заключены на приемку пшеницы и чменя. И в этом году наряду с приемкой пшеницы мягких сортов мы начали принимать пшеницу твердых сортов. По пшенице договора заключены на 110 тысяч тонн, по ячменю заключены договора на 26 тысяч тонн. Работа на элеваторе Петропавл-Астек ведется круглосуточно. По словам сотрудников, самый пик приходится на вечер. Именно в это время сюда съезжаются грузовые машины с зерном из разных районов области. Важно, чтобы техника не задерживалась. Поэтому на период уборочной кампании в Петропавл-Астек увеличивают штат сотрудников на 10%. Сейчас здесь работают 100 человек. Ольга Загоруйко, Владимир Боровков. Новости МТРК.